Доброе утро. Едем на тест. Приветушки. Еду я за Габриэлом уже. Я его сбросила. Я вам показывала немножко. Я камеру тогда не взяла, потому что Джашек еще спал. И он спал у меня в постели. Камера у меня была в комнате. Не хотела его сбудить. Немножко сняла на телефон. Я вам показала типа как парадная школа. В школе. Двухэтажная школа. Вот. А потом уже они через вот это большие такие двери их завели. Немного там человек было с Габриэлом. На тест. И учительница сказала вернуться примерно в 12.30. Ну это вот как раз. Так что я сейчас правда еду окольными путями. Нашим соседстве. Помните я вам показывала дорогу вчера. Щебенка была. Сейчас ее вообще загородили. И сняли даже эту щебенку. Там земля-земля. Вот. Работает над дорогой. Надо всегда теперь помнить какие улицы обижать. Сейчас заберу Габриэла. А Джульетта собирается ехать сегодня к Софии. Они будут кино вместе смотреть. Не в кинотеатре, а просто. Так что надо использовать этот момент. Ладно. Поехали со мной. А вот. О, реально? Я тебе даю еще одну маску. Ты должен wear маску. В общем, в школе еще надо маски одевать. Мы пришли все в масках. Стоят перед дерьми. Я ему дала одну из своих. Видно, ему дали чистенькую. Она розовая. Так, как это было? Хорошо. Я делал лучше, чем некоторые люди. Или они уже... Нет, это просто показывает, что вы получили номер, что вы получили номер. Что это значит? Я лучше сделал, чем некоторые. В общем, мы с Кабриэлом заехали. В магазин ресторанный. У меня было несколько контейнеров. Но я бы хотела купить целую упаковку. Но они что-то только поштучно там... Там как бы цена есть на целую упаковку, но не было целых упаковок контейнеров, которые я хотела. Купила пару коробок и кружочков для тортов. Хотя у меня как бы на следующей неделе есть заказ на один торт. Думаю, возьму два на всякий случай. Потому что обычно начинаю печь один торт, появляется желающий еще. Так что, думаю, на всякий случай пусть будет. Чтобы не было, как в прошлый раз поехала, а не закрытой. Ладно, едем домой. Потому что мне уже Джульетта позвонила. Джашик там наделал штаны. Он же без дайпера. Так что, да. Мама, быстрее, быстрее! Хорошо, сейчас буду. Габриэл после теста проголодался. Ест бабушкины голубцы. Сказали мужики, в этот раз просто отличные голубцы у бабушки получились. Не так вкусные, но в этот раз прям что-то вообще... Ну, а Джульетта облажает мать и ест борщик. Перед тем, как пойти к Софии. И я хочу сделать холодец. Холодец буду делать по рецепту моей мамы. В общем, на данный момент мы сейчас замочим ножки. Так, чтобы сказать, что там кровь в Америке, в мясе есть, я бы не сказала. Ну, лишнее пусть вымачивается. И так на часок будем менять воду время от времени. Что ты там делаешь? У меня помогает. Я пытаюсь опять привезти свое крыльцо в порядок. Увезла я все велосипеды. Опять! Это, чтобы вы понимаете, опять же привезут. Потому что заблокировали, вообще ничего невозможно делать. Просто я хочу помидоры посадить в этой клумбе. Мне надо здесь прибраться. Я все-таки купила эту почву для орхидеи. Но так как они у меня начали цистить, я их не хотела терроризировать пока. Вот. Ну, а помидорки садить надо. Какой-то нам посылка какая-то пришла. Джульетте, надо сказать. Также я сюда хочу добавить некоторые пепел, который у нас еще с зимы остался для удобрения. Не знаю, я знаю, что тут как бы муравьи мне попортили, огурцы. Посмотрим. Я не вижу как бы такое, чтобы здесь прям линейкой они бегали, как в прошлом году. У него, что-то, больше некуда садить. Немножечко удобрения. В общем, посадила я вот так помидоры. Я здесь два посадила. У одного тут, ну, у них корни какие-то совсем маленькие. Я лучше решила по два посажу. Пять кустиков. И вот у меня остался вот такой. Его, может, где-то место найду ему в другом месте. Когда бульон вернулся к закипанию, накрываем крышкой, ставим на самый мелкий огонь и даем томиться часа четыре. Проверка помидорчиков. Веду тебя, как будто их недавно посадили. Особенно вот этот, которого корней почти не было. Посмотрим. У меня еще есть одна идейка. У меня тут куча щепок с прошлого года, которые мы тут раскладывали. Да, и Дэнни собрал в кучу. Тут, кстати, много этих дождевых червей. Я хочу это туда перенести. Тоже вокруг помидоров. Пусть червячки удобряют, перерабатывая землю. И щепки гниют там. Ох, посмотрите, какой красавчик. Я такую половину в субботу, по-моему, такого красавчика дала манго. Он был в шоке. От счастья. Но он все-таки его съел. Ого, пошел, пошел в глупь. Сейчас мы тебя перенесем. Я вот эту такую коробку собираю и перенесу наперед. Смотрите, какая змея. Какая змеюка. Думаю, порадовать мне манго или нет. Нет, пусть работает над огородом. Манго недавно был вкусный обед. И так. Ну, вот так. Мне кажется, хорошо я удобрила. Червячков подбавила. Дай бог примутся неплохо. Пахнет так свежо. Гнивших. О, кто это у меня? Это половина. Может, все-таки порадовать манго. Манго, просыпайся. Я тебе сюрприз принесла. Камон, манго. Не хочет вылазить. Манго, ты какой стороной попер? Вот какой ты стороной попер? Я обычно, но я не хочу поймать. Вылазь. Ага. Я дома не учё, но он не хочет. Манго, планирую. Вот. Манго. Манго. Да. Манго. Ох, тяжело. Мы все равно. Ой, ой, ой. Тяжкая, тяжкая воля. Эй, егничуся. А, тут еще... Ты потерял... Ты потерял часть его. А, хватит с меня. Ай, довольный. Ай, довольный. Прям прищурился от удовольствия. Ну, а этого че? Такие велико. Будешь есть или нет? Так, Джашек заснул. Дэнни приехал. Привез наш автобус. Потому что мы так и не съездили вчера. И... Ой. Мама мне дала вот этот ананас. Который ее выдали. Он такой прям, знаете, как бы уже... Такой привкус. Как бы вот-вот он бы уже алкоголем стал. Знаете? Такой кусючий. У меня язык болит. Теперь что-либо немножко... Немножко... А если немножко... А если немножко соленое, так вообще... Чувствует. Прям... Прям болит. Язык у меня-то всего. Ай, и сейчас просто. Не. Тут ананас уже не то. Надо его пустить на какой-нибудь смузи или... Я не знаю. Просто... Прямо его есть. Думаю, жир зажжет. У меня язык сжег. Ладно. Куда мы едем? Это я со Скарлетт. Она хочет поехать в тот... Five Below магазин, в который я ездила вместе с Trinity неделю назад. Хочет увидеть, если она может найти другие вот этих... Куклы BTS. Так что поехали с нами. Надо запомнить не ехать сюда обратной дорогой. Это уже третья миля. Просто машины стоят. Не знаю, что произошло. В общем, первую остановку мы сделали в Брамсе. Купили три разных... Нет, четыре разных аромата вот этого мороженого. Вот такого размера. Орео. Шоколадный. Просто шоколадный. Фисташковый. И просто ванила. Скарлетт выбрала. Молоко. Вот так же вот. Мы взяли вот такую упаковку маленьких клубничного и такую же шоколадного мороженого. Мужчина-кассир. Ох, кто-то любит мороженое. Я говорю, да много людей у нас. Любит мороженое. Я говорю, лето. Самое лучшее такое это самое. Закусон, особенно в чашечках, идут очень быстро, потому что не надо маму просить, чтобы сделала мысочку. Походу. Их раскупили. Может я не был в Лайл, но я думаю, что это было там. В общем, BTS весь раскупили. И плакатики, и... Что вот сюда. И куклы. Взяла такую подушку. Париж. Это всегда отличная идея. И вот такие шортики. Они, правда, большие. Меньших не было. Она вообще большие взяла. Большие-большие. И такая маечка. Подходящая к ней. Кстати, только что проверила Instagram, пока мы в магазине были. И видела, что у меня был запрос, сообщение. Обычно это всякий спам. Ну и время от времени у меня появляются... Я так знакомлюсь со своими подписчиками. Девочка написала. Марина, если вам что-то надо, я живу в Сан-Франциско. В общем, очень-очень приятно. Спасибо большое, что заботитесь о моей дочери. У них все хорошо. Я вчера звонила. Они там ели в каком-то японском ресторане. Японскую вермишель. Смотрим. Я говорю, ну вы хоть фотайте. Может я все-таки их упрошу. Дать мне несколько. Ладно, едем домой. Теперь сверху бульона собираем жир. Отделяем его жиром легче. Он, как мы все знаем, наверху бульона. А вот новый аутфит Scarlett. Может быть, он немножко великоватый все-таки. Так. Мы можем... Курица подостыла немного. Мы можем начинать ее потрошить. Конечно, мы убираем все вот такие шкурки, хрящики и только оставляем мясо. Мясо, да? Ну, это все и так понятно. Мясо. 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 Будем это все разогревать, добавлять желатин. Итак, комментарий дня. Комментарий дня я отдадю Даше Шуршиной. Она пишет, здравствуйте, ну вот, то шелковица, то окра. Опять неизвестный мне продукт. Мясо. Посмотрела я в интернете, что за овощ такой. Это окра. Так и не поняла. Никогда такое не видела. Какой он по вкусу и для чего он используется. Хе. Кстати, шелковица это тутовник тоже. Я не знаю, может это вам более знакомое название. В Украине мы называли шелковицей. Окру я тоже никогда не видела, пока в Америку не приехала. Очень трудно объяснить, что это за овощ. Потому что он не напоминает мне ничего другого. Он как бы выглядит как перчик, но на вкус не перчик. На вкус он окра. Также внутри он выделяет такую как бы слизистую жидкость. Например, если готовят супы, он как бы сгущает их немного. Очень такой специфический. Мне нравится. Его иногда в супы добавляют, просто едят. Жарят. Консервируют. Мама консервировала как огурчики соленые. Да. Это просто вам надо попробовать как-нибудь. Может как-нибудь дойдет до вас этот овощ. Ну а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok